Несколько многообещающих вариантов, и весь экипаж с нетерпением ждет решения полковника. Пока же поезд плавно катится на восток. Экипаж отдыхает, а Степан сделал Кате предложение, от которого та не смогла отказаться. Продолжение следует... Кашель этот дурацкий. Вроде уже выехали из этих песков, а все не отпускает. Из чего только крест крутит эту гадость. Но ничего страшного, уже прошло. Ребята, не хочу вас отвлекать, но вы подтягивайтесь потихоньку. Там стол почти на крыше. Одну минуту, Степа. Мы скоро будем. Ну что, Тёма, пойдем? Или побудем еще? Так хорошо. Знаешь, Артем, я вот смотрю на Степу с Катей, на нас с тобой, и думаю, как же нам повезло. У родителей-то моих все совсем не так было. Плохо было. Я тебе рассказывала, отчего мама умерла? Нет, конечно. Отец ее довел. Он тогда еще жестче был. Придет со службы, сапоги скинет, и у самого лицо все перекошено. Сразу к бутылке. Ругались много. Все за закрытыми дверями. Потом пропадал. И пока его не было, она тоже прикладываться начала. Когда трезвая была, плакала. А как выпьет, мечтательная такая становилась. Знаешь, как она меня звала? Просто А. Обнимет меня, говорит. Мы с тобой, А, поедем когда-нибудь в мой родной город Владивосток. А оттуда в поселок, что на самом берегу океана. Мне тогда пять лет было. Мало что понимала. Но поселок и даже океан могла себе представить. Потому что верила ей. Верила, что поедем. А потом она с собой покончила. Дрянью какой-то отравилась. После маминой смерти отец пить бросил. Раньше на меня внимания особо не обращала. Когда она умерла, больше одну не оставляла. Везде таскал с собой. Но про нее мы с ним за все время говорили. Только пару раз и все. У меня кукла была. Жанна. Я с ней играла, будто она моя дочка. И мы поехали на океан. Потом отец спрятал ее куда-то. Сказал, что потерялась. Не хотел видно, чтобы я себя несбыточной мечтой мучила. И я тогда придумала, что она во Владивосток уехала. А теперь я еду. Пусть и не во Владивосток, зато с тобой мечта сбывается. Кстати, мне всегда было интересно, о чем папа мечтает. Он же должен уметь мечтать. Так вот о чем? О погонах? Так он сам себе мог любые навесить. Людей спасти? А что им дальше делать? Под землей сидеть? Никогда не понимала его. Чем он живет? Что ему надо для счастья? Может и ничего. У него ведь никогда не было времени подумать о завтрашнем дне. В метро о таком как-то не думается. А тут наверху другое дело. Я вот знаю, что хочу. Ноги в песок зарыть. Строить из него крепости для малышей. Я себе двоих представляю. Девочку и мальчика. Мальчик на тебя похож. Потом бежим купаться. Вода теплая. За спиной горы. Домики деревянные на берегу. Солнце нас будет каждый день. Поднимается огромное... Прямо из воды. И бухта эта наш с тобой пункт назначения. Туда стоило бы через полмира. У каждого должен быть пункт назначения. Своя точка на карте. Куда он рвется и где может наконец успокоиться. У всех наших свой. Вот подняли колпак, выпустили нас из метро и мы разбегаемся. Ну и не сразу. Сначала по инерции еще вместе бежим. Бежим. Туда откнемся, сюда. Но каждый свою точку найдет. И там останется. Не знаю, где такая точка для моего отца Артема. И не знаю, где для тебя. Но я тебя очень люблю. Очень-очень. Не знаю, где ты. Беги, Тёма. Я ещё посижу немного и приду. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok У нас тут просто тоже новости, так что давай скорее, а то всё интересное пропустишь. Ха-ха, ясно. Тогда я бегом. Конец связи. Удачи, марафонец. Конец связи. Аббас, возьми трубку. Аббас, ты там где вообще? Это Димон. А, Димон, чего шумишь? Я что, как мальчик должен стоять и вызов ждать? Ходей и сёстры. Собака-барон мёртв. Кёль сама его убивал. Весь Мунай-байлер не знал теперь, что делать. Настал наш день. Бей, нефтяной собака. Кто как может. Бей и приходи, где был вышка-барон. Приходи к нам. Бери оружие. Долго выслужил собака. И что за это получал? Ничего. Только побои, смерть и священный пламя. На этот пламя я, тьфу, плевал. Пора прогнать всех Мунай-байлер с нашей земли. Совсем. Теперь весь земля, весь нефть, весь еда будет наш. Снефть нефтяной собака. Мунай-байлер. Мунай-байлер. Продолжение следует... 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 Полковник Васин Нас учили, что жизнь — это бой Но по новым данным разведки Мы воевали сами с собой Я видел генералов Они пьют и едят нашу смерть Их дети сходят с ума от того Что им нечего больше хотеть А земля лежит в ржавчине Церкви смешались с золой И если мы хотим, чтобы было куда вернуться Время вернуться домой Этот поезд в огне Нам не на что больше жать Этот поезд в огне Нам некуда больше бежать Мне трудно назвать себя религиозным человеком Но сейчас я прошу всех богов Пожалуйста, храните Аню И пусть долина излечит ее недолго А пока мы с Алешей едем в разведку Мало ли, какие опасности таятся в этой долине Хотя Алеша, по-моему, и правда считает Что там его ждут женщины Если это действительно так То лучшего компаньона для этой операции не придумаешь Субтитры создавал DimaTorzok 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 Очень-очень, я бы сказал Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok эй ты а ну стоять это территория берегового братства зайдешь и мы с тобой да так что давай ноги в руки и топай в другую сторону понял наши уже одного чужака сегодня поймали а прошло два месяца за детьми так никто и не приехал выхины тучи не вернулись гэсовцы должны были довести их до райцентра но похоже надо было просто запретить им ехать но тогда я тоже все еще надеялся на эвакуацию хотя какая там эвакуация если по радио одни помехи помощи ждать нечего а с другой стороны нужна ли она нам эта помощь долина оказалась в стороне от ударов даже осадки нас не зацепили по счетчику фон нормальный даже под водосточными трубами ребята хорошо подготовлены не зря мы проводили столько времени в походах научить их охотиться будет несложно у нас есть все самое необходимое остальное да будем сами к черту сомнения будем решать проблемы по мере их поступления в первую очередь но у у у у у Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну ладно, с бандитами ясно, они такое у нас творили. Но новый чужак этот на бандитов не похож. Может, мимо проезжать? Был бы не похож, проезжал бы мимо. А тут на берег к нам выпал. Ну и значит, поработай пугалом, чтобы другие стороной обходили. Ну, не знаю. Продолжение следует... 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 О, да, только клево, зря она с окунаниями мне водится. Ты вообще, чего это девчонки почти все у них? Несправедливо? Думаю, допрыгнет, да нет. Не по себе мне как. Эх. Ах, чего тут торчать? Хоть бы польза была, а так. Ах, что это еще что-то? Жетко! Эй, чего развертся? Это вообще делать нечего, что ли? И у меня ничего. Скукота. Интересно, сколько тут этих чужаков ходит? Поехать. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует...